Где находилась Парта времен Троянской войны? Всем привет! Привет! Троянская война, запечатленная в эпосах Гомера, Одиссея и Илиада, удорожит сознание людей на протяжении тысячелетий. Многие помнят Ахилла и Гектора, Париса, Агамемлона, Приама и других героев этой войны. Археологи, изучая древние тексты, проводят раскопки и находят следы древних мекенских цивилизаций. Перед нами предстают великолепные города и дворцы давно минувшей эпохи. Так, найдены руины легендарной Трои, Мекен, Фив, Пилоса и других древних царств, воспетых Гомером. Но долгие годы историкам не удавалось найти следы царства Менелая, откуда, собственно, и пошла история о Троянской войне. В этом видео мы про это и поговорим. Менелай был младшим братом могущественного царя Мекен Агамемнона. Фраилон в Спарте. Его женой была прекрасная Елена, которую похитил Троянский царевич Парис. Это послужило поводом для масштабной войны Мекенской Греции против Троянского царства. Ученого давно было известно место расположения древней Спарты, где проживали легендарные спартанские войны. Это именно те спартанцы, что в битве при Фермопилах сражались с полчищами персов. Но археологи на месте этого древнего города не нашли следов существования поселения в Мекенский период. Первые жители появились там в тысячном году до нашей эры, когда Мекенцев не было уже как 200 лет. Но ученые не оставили попыток найти Гомеровскую Спарту. Известно, что во времена краха Мекенской цивилизации разразилась масштабная гражданская война, в которой были уничтожены все города и большинство крупных поселений. К 1190 году до нашей эры Мекенская цивилизация погибла. После этого наступил период темных веков на долгие 400 лет. Когда греки утратили большую часть технологий, откатились в развитии на несколько ступеней назад, забыли письменность и многое другое. Население резко сократилось. Люди не стали восстанавливать древние порушенные города и стали селиться рядом с ними, используя их как источники для строительных материалов. Или вообще не посещая эти, как им казалось, гиблые места. Спустя сотни лет греки стали постепенно отходить от шока краха Мекенской цивилизации и возродили некоторые из древних городов. При этом они давали им древние названия. Например, Пилос, Фивы и т.д. Ученые стали искать следы гомеровской спарты рядом с условно-классической спартой. Их усилия были не напрасными. Севернее спарты расположено поселение Пилана. В нем был довольно массивный укрепленный дворец с каменными стенами, размером 32 на 14 метров. Датируется он в 1200 году до н.э., что соответствует периоду Троянской войны. Слева вы видите презентацию средства массовой информации раскопок археологом Спиропулусом. Справа реконструкция царского дворца Мекенского периода. Качество видеозаписи, конечно, не очень хорошее, но позволяет хотя бы увидеть поселение, найденное в Пилана. Но археолог Теодор Спиропулус, ведущий там раскопки, был уличен в ряде фальсификаций. Например, он утверждал, что в этом дворце были найдены таблички с линейным письмом Б, что свидетельствует о том, что там был архив документов и бухгалтерских отчетов, характерных для крупных столиц Мекенской эпохи. Но ни одной таблички, найденной в действительности, там не было. Так что рано говорить о том, что это действительно легендарная Спарта. А данные Спиропулуса сейчас историками перепроверяются. Большой интерес для исследователей представляет поселение Менелайон. Там, в классический период Греции, располагался храм Менелая и Елены. В этом месте археологи в ходе раскопок нашли крупное Мекенское поселение, в центре которого расположено здание так называемого протодворцового типа. Оно массивное, с большим количеством помещений. Но никаких иных свидетельств в пользу того, что Менелайон мог бы считаться столицей Лакунии, там не найдено. В конце августа 2015 года Министерство культуры Греции объявило, что недалеко от современной Спарты раскопан дворцовый комплекс Мекенской эпохи, существующий с 17 до 14 века до нашей эры. Внешняя скромность компенсируется увлекательным содержанием и далеко идущими выводами. Этот дворец расположен на холме, на вершине которого стоит Византийская церковь Святого Василия. Холм расположен в 11,5 километрах южнее Спарты, возле деревни Ксерокампи. Руководит раскопками Адамантия Василу Гамвру. Под ее руководством было установлено, что площадь этого Мекенского поселения составляла 5-6 гектаров. Цитадель находилась на холме, а у подножия небольшой ремесленный посад. Можно было бы назвать это поселение малым региональным укреплением, но археологам сопутствовала удача. Оказалось, что это поселение погибло в конце 14-го, в начале 13-х веков до нашей эры, примерно за полвека до Троянской войны. Дворец был сожжен, и оказалось, что в нем находились глиняные таблички с записями на линейном письме Б. Это древнейший греческий язык, которым расшифрован лингвистами. Таблички делались из необожженной глины, и на них писали палочками. Со временем такие таблички просто рассыпались. Но из-за пожара, постигшего дворец, они запеклись и приобрели прочность, позволившую им сохраниться до наших дней. Табличек найдено немного, но важно то, что они вообще есть. Это важнейшее открытие, так как наличие табличек говорит нам, что в этом поселении были люди, умеющие писать и читать, а не были сложный документооборот. Такое в позднем бронзовом веке наблюдается только во дворцах знати или по одной из версий в крупных храмовых комплексах. Тексты из этого поселения были переведены, и оказалось, что в них написано о нахождении на балансе дворца 500 ножен от бронзовых мечей. А дальше больше. В помещении дворца нашли небольшой склад из 21 меча – рапиры. Для понимания цен приведу данные по средним векам. Один меч стоил три коровы. Мечи в бронзовом веке стоили, скорее всего, еще дороже, так как сырье для их производства везли из более далеких стран. Тот, кто жил в этом поселении, контролировал значительные материальные ресурсы в данном регионе. На других табличках написано следующее. Вторая табличка читается неуверенно, но, вероятнее всего, на ней записано распространенное греческое имя – антиох. Контекст третьей таблички – производство тканей. Важнейшая часть мирной экономики в мекенском времени. В четвертой упоминаются ароматические вещества или притирания. Пятая табличка, точнее ее осколок, содержит изображение сосуда, что-то вроде двуручной гидрии на треножнике. В ходе раскопок 2015 года археологи нашли еще таблички, но их число и содержание текстов пока не публиковались. Найдены были также предметы культа в виде статуэтки и сосудов. Были обнаружены остатки фресок, но фото я не смог найти, чтобы показать вам. В числе уникальных артефактов стоит упомянуть красивую резную печать с изображением морского моллюска – наутилуса. Важно то, что такие печати носили правители, и ими скрепляли договоры, оставляя оттиски на глиняных табличках. То есть тут жил влиятельный человек той эпохи. Исследования у деревни Ксерокампи продолжаются. Вполне может быть, что найден крупный центр мекенской цивилизации. Назвать его Гомеровской спарты пока что нельзя, но вероятность очень высока. Обращать на себя внимание, что это поселение погибло до Троянской войны. Правила тут легендарный Менелай или этот город какого-то другого мекенского правителя, конкурирующего со спартой, пока не ясно. И это делает эту историю еще более увлекательной и захватывающей. Если хотите еще больше видео про Древнюю Грецию и Бронзовый век, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А пока можете посмотреть фильм в поисках могилы Ахилла на нашем канале. Ссылка в описании к видео. Благодарим спонсоров канала и всех тех, кто поддерживает наш проект. Субтитры сделал DimaTorzok